Сбежание Святая фритча, прошедшая сквозь долгие века, Завдым давно гласит нам то предание, Когда еще сон джиннов не исчезнет. Царь Соломон огромным царством провел, Пророком был он посланным с небес. И наделенный свыше грозной властью Людские споры могут разрешать Правдивые и мудрые решения Скрепляла Соломонова печать. И вот под правильности однажды, Когда на троне сон длинную шруб, В людском обличии пророку И явился ангел смерти Азраилу. Скажи, Давид, что слышно нового в нашем царстве? Все восхищаются твоей мудростью, наш царь. Мудрость? Это правда. Добро. Разум человеческий. Как мне понимать твои слова, великий царь? А вот так. Жить нужно, раздаповедник. Любить ближнего своего. Но отпуск за доброту человеческую. И помогать вам всем с тем, Кто в тебе пытается, Кто в площадке не просит. Ты, великий царь, Вершишь суд. И как это у тебя получается, Что решения твои всегда правильные? Справедливость. Вот главное правило, Которым я пользуюсь. А еще не помогает Человеческая мудрость. Я достаточно много прожил на этом свете. Смотри, что там такое случилось. Великий царь наш, Там пришли две женщины. Это жена Моисея И жена Якова. Они говорят, Что только ты можешь Разрешить их спор. О, царь-царей, Тебе на суд Две бедных женщины идут. Ну что ж, Зови их, верный страж. Для всех закон прибудет наш. И мы утрам, И князь войти, Чтоб справедливость здесь найти. Зови их, Послушаем, что ты скажешь. Смогите. Наславься, мудрый Соломон, Царь до скончания времен. На горе тьме пришлось пойти, Да притомилась я в пути, В тени уснула у орбы. Она дитя взяла, Увы, Во сне ребенка забрала И тут же сыном назвала. Нет, змея, Не ври зазря, Не обманывай царя. Мой малютка дорогой, Даже в смерти будет мой. Мудрый наш правитель, Разреши их спорь. Не плачь. Расскажи, что у вас случилось. Мы живем вместе. У нас было по сыну Одного возраста. Двух недель. Прошлой ночью она Она нечаянно во сне Задушила своего сына И положила мертвого ко мне, А моего живого взяла себе. Нет! Это неправда. Она придушила своего сына, А моего, моего забрала себе. Что я скажу Своему мужу, Якову? Расскажи, что у вас случилось. Это мой сын, Ты ищу приспорить. Ты ищу приспорить. Это мой правитель, Разреши их спорь. Эй, воин, Дай мне меч, А вы Дайте мне сюда ребенка. Зачем? Я сейчас принесу. Делай, делай, Соломон, что хочешь. Я права. Я ничего не боюсь. Воин, Дай мне меч. Пополам дитя рассечь. Раз идиоты присваивают себе Этого ребенка, Мы разделим его пополам. Одну половину Отдадим одной, А другую Другой. Другой. Соломонов суд закон, А закону Нет препятствий. Сиди, сиди. Дня права. Это мой сын, Мой. И я, Я говорю, Я говорю, Что он не достанет И тебе, И мне. Нет. Мой сын, Ну а ты, Ну а ты, Ну ступай домой, И ты хочешь, Смерть тебе, И все. Нет. Не надо, Соломон, Прошу, Отдай ребенка ей. Горем сердце я сожгу, но, дитя, я сберегу, это твой ребенок, твой, лишь бы только был живой. Скажите, люди, так как есть, кто же мать родная здесь? Геля, отдай ребенка на дине, в жене Моисея, потому что она его законная мать. А ты, Геля, будешь наказана за свою ложь, мое тебе презрение, и презрение всего Иерусалима. Уходи прочь! О, великий царь, я никак не пойму, почему ты решил, что этот ребенок, сын Мадины, Моисея, внешний, нельзя определить. Послушайте, это очень грустно, только настоящая мать, готова ради жизни своего, дитя, пожертвовать всем на свете. Надина отказалась от ребенка, ради ребенка, жизни. Она самый великий и самый мудрый царь и судья Соломы. Поэтому тебе буду помочь очень-очень долго. Слава тебе войдет в историю. А вы со мной согласны? Слава тебе войдет в историю.